Что касается международного опыта, то здесь, безусловно, примечателен пример Китая. Поднебесная стала первой страной в мире, полностью выполнившей параметры цели развития тысячелетия ООН по сокращению бедности, а также является мировым рекордсменом в ликвидации нищеты. Еще несколько десятков лет назад Китай испытывал проблемы с обеспечением своих граждан самыми простейшими продуктами питания. Их попросту не хватало. О том, как и за счет чего можно достичь кардинальных сдвигов в процессе выведения людей из столь неприглядной категории, расскажет наш корреспондент. Китай объявил о победе над бедностью еще в конце 2020 года. В рамках борьбы с бедностью в них переселяли людей из районов, непригодных для проживания. Современная история Китая – это в буквальном смысле практическое руководство апгрейда прямо с нуля. И ответ на вопрос – как за время жизни одного поколения стать самой крупной экономикой мира? В Китае сегодня умеют строить самые длинные 100-километровые мосты в мире. Тоннели под морем, небоскребы за 19 дней, госпитали за 10 дней, а жилые дома – вообще за сутки. С нуля проложили скоростных дорог столько, что можно обогнуть планету. И не раз. Но так было не всегда. Всего 40 лет назад Китай был достаточно бедной аграрной страной. С очень низкими экономическими показателями и занимал 140-е, 150-е место по уровне жизни. То есть, вы только представьте, находился в одном ряду со странами африканского континента. Когда руководство Поднебесной определило реформы на первом этапе, никто не представлял, по какому пути страна пойдет дальше. Эти эксперименты обобщались на разных уровнях. И затем принималось решение, внедрять реформу или нет. Все делалось медленно, поэтапно. Никто не говорил о китайском чуде. В этом отношении было много сомнений. Была объявлена программа четырех модернизаций. В 1978-2000-х годах Китай должен был провести преобразование в промышленности, сельском хозяйстве, науке и военном деле. Китай утверждает, что искоренил нищету. Первый этап реформ. В деревнях жила большая часть населения. Более 800 миллионов человек. Сельские жители получали самые низкие доходы. Для решения этой проблемы была внедрена система подворового подряда. Крестьяне должны были продавать свою продукцию государству по госцене, а с излишками поступать по своему усмотрению. Например, торговать с учетом рыночной конъюнктуры. Следующий важный этап – это решение об отпуске цен, то есть ослабление государственного регулирования в области ценообразования и переносе реформ из деревни в город. Фактически в этот момент страна переходила к рыночной экономике. В конце 80-х модернизацию проводили по всем фронтам. Конец финансового планирования требовал изменений и в финансовой, и налоговой системах, системе труда и заработной платы. Эта работа проводилась в стране в течение всего последнего десятилетия XX века. Был организован специальный фонд для борьбы с бедностью центрального правительства КНР. За 8 лет из центрального, провинциальных, городских и окружных бюджетов было выделено около 1,6 триллионов юаней. Активизировалось сотрудничество между восточными и западными регионами страны. За те же 8 лет 9 провинций и городов на востоке Китая обложили более 100 миллиардов юаней в фонды финансовой и социальной помощи для борьбы с бедностью. Главным принципом было создание базовых условий, способствующих развитию сельской промышленности, и участие бедных людей в этом процессе, что позволило вывести людей из нищеты, как в экономическом, так и в социальном плане. Конечно же, и без образования никак. С 2012 по 2018 годы Китай оказал помощь 620 миллионам учащимся на стадиях дошкольного и обязательного образования, средней школы, профессионального и высшего образования. Общий объем финансовой помощи достиг более 1 триллиона юаней. Уже в апреле 2015 года Китай начал назначать руководящих чиновников в качестве первых секретарей деревенских комитетов для оказания адресной помощи бедным. Более 3 миллионов первых секретарей поселились в деревнях, что обеспечило полный охват бедных деревень. Во дворе 2020 год. Бедному населению китайских деревень теперь не нужно беспокоиться о еде и одежде. Более того, они все имеют доступ к обязательному образованию, базовым медицинским услугам и безопасному жилью. Пожалуй, это и есть основные показатели сокращения бедности. Вот вам еще одна долгосрочная стратегия в достижении стабильного сокращения бедности. Это развитие специализированной индустрии. Только благодаря этому к 2019 году более 72% населения Китая покинули категорию бедных. С начала борьбы с бедностью Китай выдал более 710 миллиардов юаней в виде микрокредитов на искоренение нищеты. 668,8 миллиардов юаней в качестве повторных займов. А также более 9 триллионов юаней в виде финансовой ссуды для адресного оказания помощи бедным. Борьба с бедностью Борьба с бедностью – это многолетняя борьба, в которой необходимо уделять внимание как качеству, так и количеству. Китай придает одинаковое значение работе по борьбе с бедностью и усилиям по предотвращению рецидив нищеты, создавая постоянные механизмы, гарантирующие, что достижения в области борьбы с бедностью могут выдержать испытания истории и постоянной практикой. Пекин уделяет особое внимание тому, чтобы превратить стремление к лучшей жизни в мощную движущую силу в борьбе с бедностью, вдохновляя людей на эту борьбу и помогая бедным менять свою судьбу при помощи трудолюбия и упорства. Редактор субтитров А.Семкин